Ну, во-первых, процесс, значит, уже достаточно давно. Уже несколько лет шерстят банки. Банковская система является кровеносной системой страны. Мы понимаем, что деньги, капитал – это основа. И вот эту систему сейчас лечат. Лечат давно. Соответственно, во время лечения всплывают параллельные побочные всякие эффекты. Деньги, конечно же, эти были не полковника, у которого их нашли. Это деньги какого-то банка, скорее всего. Может быть, какой-то общак, может, еще что-то. Пока не обнародованы результаты. Но совершенно точно понятно, что жить без капитала никакой криминал не может. Им нужны деньги. Но пользоваться этими деньгами тоже в открытую нельзя. Поэтому начинаются вот эти вот всевозможные, всплывают большие суммы денег. Выясняется, что официально ты работать с ними не будешь в белую. Работать в нал, в черный, тоже побаиваются. Потому что такие суммы, они, во-первых, много весят. Но полторы тонны денег, куда вы там денете? В сумках их носить очень легко попасться. И если вы блокируете… На самом деле, путь денег очень легко отследить. Если вы блокируете основные каналы, то они начинают искать какие-то обводные пути, какие-то совершенно невероятные схемы. Сейчас начинают рассказывать о том, вот я вот поговорил, мы недавно о последнем вот этом задержании громком, когда там миллиарды всплывают уже, сравнимые с бюджетами целых республик или автономных областей. Мы понимаем, что эти деньги, конечно же, не будут работать уже в Европе. Уже показала практика, что в Европе их могут забрать точно так же, как везде, как и здесь. Соответственно, их приходится убирать уже очень далеко, что сразу напрягает весь криминальный мир. Ну и толку у тебя, что они лежат там в Агамах, а их никуда притащить не можешь. Ты не можешь приехать, допустим, и красиво, и стратить их в Англии, скажем, или Швейцарии. Почему? Потому что как только ты туда перебросишь эти деньги, ты сразу попадаешь под домоклов меч местных каких-то властей, которые всегда могут наложить на них лапу. Недвижимость Ротенберга арестовывают в Италии, скажем. Какие-то, допустим, были офшорные зоны типа Кипра, куда забрасывались деньги и бесконтрольно там лежали. После закрытия двух кипрских банков два года или три назад, люди начали думать, ребят, ну вот лежат они у вас, эти деньги, ну вот вы наворовали их здесь. И так получится, что вы просто забрали киприоты, и все. Ну они закрыли банки, выплатили вам страховые полюсы эти. И на этом все закончилось. Поэтому есть ли смысл рисковать и воровать, зная, что этими деньгами ты не воспользуешься. Вот это старинный способ. Перекрой каналы, посади основных каких-то перекупщиков, перевозчиков этих денег, и эти деньги начнут оставаться в России. Они не могут просто лежать под матрасом. Они всплывут и начнут работать. Ведь в свое время, когда на волне сухого закона в Америке появилась мафия, огромные деньги ушли в теневой бизнес. Но повезло Америке в том, что весь этот капитал, практически весь, остался в той же Америке. Он уехал куда-то, нам, во Флориду, он уехал в Калифорнию, он уехал, распался по стране. Был создан Лас-Вегас, который давно себя окупил, уже раз в 10 себя окупил. А на деньги мафии построена игорная столица мира. Поэтому, если деньги остаются в стране, они точно так же продолжают работать. Как бы они ни были сворованы, они все равно всплывут и начнут приносить пользу стране. Поэтому главная сейчас задача основная – перекрыть. А как можно перекрыть, если их не вытаскивать наружу, не ловить этих людей, которые занимаются отправкой денег за рубеж? И, конечно, объяснить, ребят, мы сейчас, наша страна не в том положении, чтобы безнаказанно выбрасывать деньги в ближайшие зарубежья. Они тут же будут отслежены, на них будет положена чья-то лапа, кто-то будет за ними смотреть, и с удовольствием у вас их отберут. Так какой смысл тогда? Давайте работать здесь. В России хорошие сейчас предпосылки, и тем более, опять же, правительство грамотно говорит, что не будут отбираться эти деньги, амнистия капитала. Хорошо, ты каким-то образом заработал правым или неправым, но давай работай с этими деньгами, тогда здесь. Раз уж ты эти деньги получил, то пусть они тогда будут вложены здесь же. Зачем они тебе здесь просто сидеть на этом мешке? Сейчас показана практика, у народа большой, я вижу большое такое недоумение, что ли. Люди пожимают плечами, а зачем тебе вот эти полторы тонны денег? В качестве стульев использовать? Принцип какой? Люди даже не понимают, зачем тебе, ты не можешь им воспользоваться. Зачем ты воровал? То есть, начинает немножко меняться ментальность народа. Если раньше украл красавица, сейчас украл дурак. Ну ты глупый, ну зачем тебе? То есть, я уже много очень слышу таких вот высказываний, которые тоже будут работать на нас. Когда народ говорит, ну и что, ну украл, ну и дурак. Ну и что ты будешь с ним делать? Логично, логично.